В этом видео я расскажу где и как арендовать частную лодку в Дубае, как не попасться на развод и как не переплатить. Но не забываем подписываться и ставить колокольчик, это для нас большая мотивация продолжать снимать интересный контент и развивать наш канал. Поехали! Практически все прогулочные лодки стартуют в Дубае из района Марина. Район Марина это культурный и развлекательный центр. Он известен своими высотными небоскребами, роскошными яхтами и живописными видами на море. Набережная Марина предлагает бесконечные возможности для прогулок и отдыха. Конечно, во всех путеводителях, отелях и различных сайтах вам будут попадаться объявления с предложениями арендовать частную лодку для прогулки. Цены будут везде разные. Допустим, в отеле лодка может стоить 1000 долларов за 2 часа, только потому что вы в отеле и все хотят заработать. Но цена такой лодки 300 долларов максимум. В описании к видео я оставлю контакты, через которые вы сможете за эту сумму ее арендовать, а также купить любые другие экскурсии и билеты в интересующие вас места. Даже туда, где нужно бронировать заранее. Например, как музей будущего. А вы хотите туда попасть сегодня. Как только вы выходите на набережную, то каждые 10 метров будут стоять люди и предлагать вам прогулку на яхте, водном мотоцикле и так далее. Но в нашем случае мы уже все забронировали и идем в сторону лодки нашей. Можно отправиться на такой лодки на рыбалку 4-х часовую. Или прокатиться на прогулочном катере. А можно вечером поужинать, любуясь закатами. Но сегодня у нас другая цель. И вот мы пришли. Время прогулки вы выбираете сами. Минимальное это 2 часа. За это время вы успеете дойти либо до отеля Атлантис и устроить фотосессию на закате и обратно. Либо в сторону 7-звездочного отеля Бурдж Аля Раб. Можно, конечно, выбрать и 4-х часовую прогулку. Хоть на целый день. Мы выбрали 2-х часовую. Выход из Марины у нас заняло около 20 минут. Проходим около колеса обозрения Дубай Ай, которое, правда, не работает уже 2 года и, кажется, никогда не запустится. Ведь странно, согласитесь, когда в стране столько денег, не починить простое колесо. Вообще странно, они даже фонтаны закрыли на Пальме, которое, как и колесо, заняли в Книге рекордов Гиннеса почетное место. Еще через полчаса мы добираемся до Атлантис, до самого красочного отеля на Пальме. Это ее визитная карточка. Лодка разворачивается и останавливается, дав нам немного времени для фотосессии. На обратном пути поднимается стандартная вечерняя дымка, и солнце начинает прятаться за горизонт. А известная нам уже Марина начинает зажигать свои вечерние огни, показывая себя нам во всей красе. Я надеюсь, вам понравилось это видео и было познавательно. Спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых обзоров.